К третьему причалу Самарского речпорта швартуется судно на подводных крыльях «Восход». Скоростной катер привез туристов из Сызрани. Путешествие по Волге заняло всего пару часов и стоило 400 рублей за билет. Это быстрее и дешевле, чем на электричке или автобусе. Открытие скоростной линии после почти 20-летнего перерыва состоялось в сентябре прошлого года. Сейчас на ходу три катера класса «Восход». Судам советской эпохи хоть и 40 лет, но они прошли капремонт и готовы послужить отдыхающим. Судно получилось более экономичным, более быстроходным и с комфортом перевозит пассажиров на скоростных транспортных маршрутах. В этом году в Сызрань кроме скоростных судов будут входить и круизные лайнеры. Они там не останавливались уже более 10 лет. Специально для швартовки кораблей углубили дно и укрепили причал. В этом году речной порт в тестовом режиме сможет ежедневно принимать до 10 теплоходов. В следующем уже сотни судов. А в туристической поездке по Волге этот уездный город уже числится как культурная достопримечательность. Это обзорные экскурсии, это прогулки по центральной части с посещением Кремля, Крывеческого музея, достаточно большое интересное Сызранье. Мы сможем предложить прогулки по садовому подворью, это познакомиться с хозяйством местных умельцев, которые выращивают и виноград, и орехи, предлагают это и к реализации. С каждым годом для путешествий все больше самарцев выбирают речной транспорт. В прошлом сезоне продали больше одного миллиона билетов. Будь то круизные теплоходы или речные трамвайчики и восходы. Самарский регион занимает второе место после Москвы по пассажироперевозкам в России и первое в Поволжье. Марина Кравцова, Сергей Кизоркин, Василий Колдашов. События.